Всем привет! И в сегодняшнем видео, продолжая линейку обзора советских грузовых автомобилей Горьковского автомобильного завода в масштабе 1 к 43 от производителя Deep Models, мы рассмотрим одну из моих самых любимых моделей от этого производителя. Речь пойдет о грузовом бортовом автомобиле ГАЗ-53А и этот автомобиль в выставочном окрасе. Вообще у Deep Models есть целая линейка, которая называется Автоэкспорт, и в нее входят автомобили в нетипичных окрасках для Советского Союза. У машин запоминающиеся яркие цвета и прототипы этих автомобилей в советское время участвовали на различных международных выставках, также они встречались на календариках, на плакатах, в различных журналах. Я в свою коллекцию тоже приобрел несколько таких машин, у меня, например, также есть грузовой автомобиль ZIL-138. У него яркая кабина, также установлено газобаллонное оборудование. К той модели мы еще вернемся, когда я буду делать обзоры на линейку ZIL-ов от производителя Deep Models. Но сегодня поговорим как раз об автомобиле ГАЗ-53А. Ну, давайте распакуем коробочку, посмотрим, как сделана данная масштабная копия. Коробка здесь точно такая же, как и у других автомобилей от этого производителя. Снизу есть наклеечка с артикулом, также указан год производства прототипа, грузовик 53А, рекламный, и на английском языке также указан цвет морковно-красный. И цвет этого автомобиля очень красивый, вообще у Deep Models такой грузовик предлагался в трех вариантах окраски. Автомобиль с самым маленьким тиражом был полностью бежевым, затем за ним шел автомобиль с кабиной зеленого цвета, синим кузовом, и этот автомобиль предлагался в двух вариантах, с номерными знаками и без номерных знаков. И третий автомобиль был как раз вот в таком выставочном цвете. И эта модель идет с небольшой картонкой, на которой указан уникальный номер. У меня модель под номером 17, и также есть вот такая иллюстрация настоящего автомобиля. И вот здесь тоже также написано, что сертификат подтверждает, что модель имеет уникальный номер. Тираж этих автомобилей составляет 420 единиц. Но на самом деле большого отличия от вот таких лимитированных моделей, от нелимитированных я не вижу, потому что даже если модель нелимитированная, у нее тираж тоже небольшой. Просто вот у этих моделей в основном идет подиум прозрачный, но почему-то вот на этом грузовике его сделали черным. И также идет металлическая планочка, на которой дублируется уникальный номер. Ну вот так выглядит эта масштабная копия. Очень яркая, очень необычная. И вообще я люблю собирать вот такие необычные модели, потому что если бы мы собирали модели, которые встречались на дорогах общего пользования, то это были бы в основном грузовики зеленого цвета. И у вас в линейке шла бы так. Зеленая, 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 зеленая. Бежевая, голубая, зеленая, 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 зеленая. А так все-таки этот грузовик разнообразит коллекцию ваших советских грузовиков. И поэтому, когда я его первый раз увидел, я недолго думал и решил все же взять вот этот вариант. Второй вариант, возможно, я потом куплю, если на него будет хорошая цена. Так, что-то коробочка у нас не открывается. У DeepModels идут на прозрачном боксе вот такие защелки. И иногда они очень плотно фиксируют подставку. И снять их порой бывает проблематично. И еще одна отличительная черта именно этого грузовика, то, что у него свой кузов. Он не унифицирован. Если вы посмотрите на другие бортовые грузовые автомобили 53-го семейства, как с новой облицовкой, так и с старой, то у них у всех одинаковый кузов, у которого 6 досочек, если их смотреть по высоте. У этого кузова досок 5. И этот кузов не пошел в серию. И на модели он представлен только вот на этом прототипе. Так что тоже вот такая отличительная особенность. Хорошая покраска, хорошая сборка. И мне нравится то, что здесь ножки, зеркал окрашены в цвет кабины, а сами корпуса окрашены в цвет кузова. Тоже вот такое небольшое дополнение, которого нету на обычных грузовиках. Там или зеркала окрашены полностью в цвет кабины, или, если это уже более поздний вариант, у него корпуса зеркал черного цвета. Также здесь окрашен передний бампер в белый цвет и окрашены зубки. И сама вот эта решетка радиатора тоже окрашена в белый цвет. На мой взгляд, она смотрится более интересно, чем у обычных грузовиков. И делает модель более, скажем так, такой выразительной. Также присутствует надпись «Газ на облицовке». Хорошо сделана светотехника. У этой модели также есть номерные знаки. И номерные знаки соответствуют настоящему прототипу. В интернете можно найти фотографии этих грузовиков. Их не так много. Но с такими номерными знаками я тоже видел эти грузовики на фотографиях. Хорошо сделан салон. Он полностью окрашен. Окрашены сиденья, окрашены дверные карты. Там можно разглядеть ручки. Как открывание дверей, так и опускание стекол. Снаружи есть тоже дверные ручки. Еще интересный нюанс. То, что на пассажирской двери есть личинка замка. А на водительской двери ее нет. Все как у настоящего грузовика. Также есть горловина для бензобака. И у этого грузовика также окрашены диски в белый цвет. Это тоже единственный грузовик из серии ГАЗ-53А. Братовой. У которого диски окрашены. У остальных грузовиков они черные. Ну, кузов здесь имеет очень высокую детализацию. И если присматриваться, то видна фактура. И издалека этот кузов выглядит как будто он сделан из дерева. Когда вы, конечно, уже берете его в руки, то вы понимаете, что он пластиковый. Но это большой плюс. И если взять даже модели дорогих брендов, например, Start Scale Models, то у них кузова не имеют вот такой фактуры под дерево. Это тоже несомненный плюс в копилку производителя Deep Models. Хорошо сделаны брызговички. Тоже тоненькие кронштейны, которые их держат. Окрашена выпускная система. Хорошо сделаны задние фонари. Есть также прицепное устройство, но оно не рабочее, как на моделях ZIL-157. Здесь оно просто статичное. И вообще, когда я покупал этот грузовичок, то я хотел ему в кузов также докупить овощей. Есть модели от Sarlaba. И у них очень красиво сделано в кузове, допустим, насыпано или морковь, или картошка. И наполовину эта экспозиция прикрыта тентом. Но там отдельно вот этот набор в кузов не продается. Он продается только вместе с масштабной моделью. И стоит порядка 12 тысяч. Конечно, ради такой экспозиции я не хочу покупать модели от Sarlaba. Потому что они в основном берут модели от StartSkill Models. И такая экспозиция была в грузовиках ZIL-130. Там как раз ZIL от SSM. Также я видел, еще продаются наборы коробочек от ModelStroya. Там тоже 5 коробочек в наборе. И можно купить как капусту, так и морковку. Вот, возможно, скорее всего, я куплю от ModelStroya набор. И тогда сюда положу, чтобы эта машинка смотрелась более живой. Но когда это будет, не знаю. Потому что эти наборы тоже довольно дорогие. Я все хочу их купить. Но когда я делаю заказ, то бывает так, что нету этих наборов. Когда у меня есть желание приобрести их. А когда они появляются, я уже накуплю других моделей. И у меня просто эти наборы не умещаются в бюджет. Так что это такой вот долгосрочный план. Но, возможно, он будет реализован. И также для сравнения вам покажу самосвал SAS 3503 на базе ГАЗ-52. Просто, чтобы вы посмотрели, чем отличается колесная база у моделей 53-го семейства от 52-го. У 52-го семейства она короче. Конечно, самосвал это не лучший вариант, чтобы показать. Потому что у него также укорочен задний свес. Но, тем не менее, колесная база у него соответствует бортовым грузовым автомобилям. Так что вот у 53-го грузовика она чуть длиннее. И также у 52-х газонов другие колесные диски. Там 6 отверстий, а у 53-х газонов их 3. Вот такой замечательный грузовичок. И также я вам со временем покажу бортовой грузовик с более поздним оформлением передней части. У меня он тоже есть, бежевого цвета. Я тоже его купил в таком нетипичном цвете. Также 53-12, по-моему, у него индекс, он был в цвете Адриатика. Но я не стал его покупать, потому что у меня тоже довольно много синих автомобилей. И повторюсь, если собирать все модели, которые ездили по дорогам в Советском Союзе, то у вас были бы одни зеленые, изредка попадались бы песочные, голубые цвета. И, в принципе, разнообразия в коллекции бы не было. Напишите в комментариях, понравился ли вам данный грузовой автомобиль. Какие еще вы грузовики хотите увидеть от производителя DeepModels на моих видеообзорах. У меня этих моделей довольно много. Также есть еще осенизаторский газон. Есть водовозка. Она тоже имеет бочку, как у осенизаторской машины, только там написано «вода». Есть почтовый грузовик и есть бензовоз. И на эти модели я тоже могу в будущем сделать видеообзоры. Не забывайте поддержать это видео лайком или дизлайком. Если вам понравился данный грузовик, также напишите в ваш комментарий, что вы думаете о производителе DeepModels. И ко мне скоро приедут газоны от производителя StartSkillModels. Тогда я сделаю обзор, где мы сравним модели от DeepModels с моделями от SSM. До новых встреч. Увидимся в следующих видеообзорах. Не забывайте подписываться на мой канал. И также можете вступить в мою группу ВКонтакте. Там участники моего сообщества показывают фотографии коллекции своих масштабных моделей. Всем пока. До новых встреч.